Каждый год, обычно в середине зимы в январе, когда замерзают водоемы в средней полосе России, к берегам Анапы прилетают на зимовку сотни диких лебедей и уток. Красивые статные птицы давно стали достопримечательностью города, и его жители и гости любуются на них и подкармливают. Орнитологи знают, что не холод, а именно голод гонит птиц переждать зиму с севера на юг. Анапские плавни и морская Анапская бухта – это, по сути, закрытые, редко замерзающие водоемы с естественной кормовой базой для перелетных птиц. На зимовку в Анапу прилетают такие представители семейства утиных, как лебедь-шипун, лебедь-кликун, утки-кряквы, красноголовый нырок лысуха. Бывают среди них и такие редкие гости, как занесенные в Красную книгу утка-савка и кудрявый пеликан. В огромном количестве к берегам Черноморского курорта в поисках пищи слетается озерная чайка. В прошлую зиму, по подсчетам орнитологов, ее численность достигала 180 тысяч. В этом году перелет пернатых в начале января в самом разгаре, и количество водоплавающих птиц увеличивается с каждым днем. Администрация города-курорта по распоряжению мэра Сергея Сергеева поставила на довольствие пернатых гостей птиц. Большое спасибо Анапскому хлебокомбинату, который помогает. Большое спасибо предпринимателям, которые помогают обеспечить птицу в зимний период кормом. То есть, уважаемые граждане, мы всегда тоже будем приветствовать, что вы тоже подключаетесь к этому процессу. Но имейте в виду, птицу нужно кормить или зерном, или черственным хлебом. Ни в коем случае издобных булочек, пирожных и чего-нибудь такое. То есть, это особый тяжелый момент для птицы становится, когда замерзают пресные водоемы. Это анапские плавни, это лиманы, это речки. Вот тогда уже нужно помогать не только администрации, а выходить всем миром. Кормление птиц становится еще одной доброй анапской традицией. Обычно пернатые гости задерживаются на юге до начала марта. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа. Регион.